В этом видео мы с вами будем обсуждать переменные, но перед этим мне хотелось бы, поскольку у нас будет много различных блоков, и в этом уроке, в последующем, мне хотелось бы хоть немножечко комментировать это все. То есть это я все выделяю и напишу как событие, чтобы у вас был более-менее порядок, чтобы вы просто понимали, где что находится. Вот, теперь переходим к переменам. Сначала разберем, что такое переменные. Переменные это ссылка, ну если так вот говорить технически, это ссылка на ячейку в оперативной памяти. То есть представим, что у нас есть какая-то ячейка в оперативной памяти, и допустим в ней хранится какое-нибудь число, ну например 25. И соответственно, чтобы обратиться к этой ячейке оперативной памяти, нам потребуются переменные. Ну допустим, есть какая-нибудь переменная a. И эта переменная a ссылается на эту ячейку в оперативной памяти, в которой хранится число 25. Если мы хотим, например, это число поменять, мы пишем, например, a равняется 15. И после этого информация в оперативной памяти у нас изменится, и было 25, а станет 15. Теперь, если мы обратимся к переменной a, у нас с вами будет там число 15. То есть переменная это просто именованный элемент, который ссылается на какую-то ячейку в оперативной памяти. И в этой ячейке хранится какое-либо значение, какая-либо информация. Безусловно, у нас под информацией может подразумеваться, вообще говоря, очень много чего. То есть это могут быть и числа, это могут быть и строки, это могут быть и какие-нибудь там объекты по типу, там того же, я не знаю, целого там point light'а там или куба какого-нибудь. То есть, вообще говоря, все, что гоно там может храниться, огромный совершенно объем самых разных типов данных. Теперь мы с вами переходим к типам переменных. Существует их на самом-то деле, таких примитивных типов данных, не так уж и много. Собственно, у нас как раз в ене и содержатся так называемые примитивные типы данных. Но на самом-то деле типов, как я уже сказал, может быть очень-очень много. Есть тип actor, да, это, собственно, все actor. Есть различные перечисления, есть различные структуры. Это с вами все потом будем рассматривать. Интерфейсы, различные объекты, самые-самые разные. Вот видите, actor это только лишь один из множества, да, совершенно дикого количества самых-самых разных объектов. Причем можем создавать свои собственные потом объекты, вы тоже это увидите. То есть есть огромное их количество. Но в рамках данного урока мы с вами будем знакомиться с примитивными типами данных. Значит, что для начала нужно усвоить, да, что помимо типа переменной, очевидно, у нее есть возможность как получить значение, по сути, да, считать значение из ячейки оперативной памяти, так же и записать это значение в эту ячейку. Для того, чтобы это сделать, мы эту переменную просто берем и перетаскиваем. Да, то есть я добавил здесь ее и перетаскиваем. Значит, соответственно, здесь есть два варианта. Либо get это получить, либо set установить. Get выглядит таким вот образом, кстати говоря, точно так же, как и вот здесь, по сути, тоже как бы get мы получаем point light. То же самое тут. И set. Да, это у нас установка нового значения. То есть видите, можно поставить новое значение. У этой вот переменной. Соответственно, если, допустим, нам нужно сделать побыстрее, допустим, нам нужно именно get, тогда мы зажимаем control и перетаскиваем вот сюда. Тогда вопрос уже не задает, а просто сразу же делает get. Если нам нужен set, жмем alt и перетаскиваем. То есть сразу же появляет всяких вопросов set. То есть я, например, всегда делаю только вот так вот. Так просто гораздо удобнее и быстрее. Давайте мы эту переменную как-нибудь назовем. Для этого я ее выделяю. Здесь можно сделать rename, но, сами понимаете, я предпочитаю горячие клавиши. Ой, F2 нажал и начинаю переименовывать. Так, переименовали. Значит, следующие параметры находятся вот здесь. Здесь, собственно, имеется имя перемена, где мы можем, тут можем переименовать, либо тут можем переименовать. Так же здесь содержится у нас тип перемены, который мы можем поменять. Следующий важный параметр это категория. То есть можем, например, создать какой-то категорию, для того, чтобы было все более аккуратно. Вот видите, у нас появилась my категория. Можем обратно сделать дефолтный. Да, тут видите, уже она исчезла, но это ладно. Вот, my категории. Вот, ну, тут еще важный параметр по репликации, но это мы с вами будем проходить, когда будем рассматривать мультиплеер. Пока что мы сами их не касаемся. Все остальные параметры тоже exposed and spawn очень важный, очень важный instant table. Но это все мы с вами будем затрагивать, когда нам это потребуется. Это важный параметр, но сейчас не хочу вам забивать ими голову. Итак, собственно, эти все настройки в принципе характерны для всех примитивных типов. Давайте с вами мы сделаем compile и обратим внимание вот на эту часть. Надеюсь, что с вами у нас содержится после компиляции значение по умолчанию. То есть, когда мы с вами запустим игру, изначально эта переменная должна иметь какое-то значение. По умолчанию в данном случае, видите, тут галочка не стоит. Если мы поставим, то, соответственно, это означает, что у нас переменная будет иметь такое значение. Это тоже важно. То есть, как раз тут задается значение по умолчанию. И, наконец, перейдем с вами к типам. Это у нас был тип Boolean. Boolean это простейший тип такой данных, который может иметь всего лишь два значения. Либо true, либо false. Давайте я напишу, потому что не все знакомы с языками программирования. Кстати, не все знают, что такое true, что такое false. Значит, true это истина, false это ложь. Также очень часто, как бы, ну, даже равно не хочу ставить, поставлю такую стрелочку, единичка, да. То есть, в принципе, это вот одно и то же. Ну, по большей части. И false считайте, что это нолик. Соответственно, если галочка следит означает то, что у нас это true, единичка, false означает то, что у нас это нолик. Вот это был первый примитивный тип данных. Следующий тип у нас получается с вами байт. Давайте я назову, например, number. Категория. Можно оставить дефолт, а можно сделать вот так, просто перетащить. Ну, давайте мы сами делать этого не будем. Так, давайте это сами мы удалим и добавим сюда вот этот вот set. Это у нас как раз установка вот этого переменной типа byte. Данная переменная является целочисленной, то есть означает то, что там 2, 3, 5, 10, но диапазон у этого типа переменной очень маленький, то есть он фактически там от нуля до 255. Любое другое число вы сюда записать не сможете. Отрицательные числа не принимаются, дробные числа не принимаются и, соответственно, число 256 и в больше также не принимаются. Чем хорош данный тип? То, что он занимает очень мало оперативной памяти. Ну, по сути, видите, очень маленький диапазон. Это означает, что минимальная совершенно объем памяти будет заниматься и для каких-то там, не знаю, параметров в духе там вариант стрижки для персонажа, допустим, у вас там 20 вариантов, вот, собственно, их можно, их номера ставить с помощью этого типа данных. Используется и мукс, прямо сказать, что очень часто, но на самом-то деле встречается и нужно быть с ним знакомым. Это целочисленный тип с достаточно ограниченным интервалом. Значит, следующий у нас с вами тип это integer. Вот этот тип уже популярнее. давайте я, например, здесь его назову как money, допустим, количество денег у персонажа. Соответственно, это у нас целочисленный тип такой же, как байт, только, во-первых, он может принимать отрицательные числа, а не только положительные. Во-вторых, его диапазон там очень большой, то есть я не буду говорить, какой, я его не помню наизусть, но, поверьте мне, в большинстве случаев вам его будет достаточно наверняка. То есть там это вообще-то миллиарды, 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 и очень далеко за миллиарды. В общем, диапазон очень большой. Собственно, здесь пока что все. Следующий тип это integer 64. Это, ну, не знаю, я назову Triangles какой-нибудь, не знаю, пусть будет. И этот тип у нас, по сути, такой же, как и integer, только диапазон еще больше. Если у нас вот этот диапазон 32 бита, да, то есть, как бы, этот вот тип занимает оперативной памяти 32 бита, либо 4 байта, кому как удобней, то вот это, собственно, как следует из названия, занимает уже 64 бита, да, или 8 байт, что просто там, ну, кратно там, в разы, в разы, в разы больше, чем 32 бита. То есть там не в два раза, поверьте мне, диапазон расширяется гораздо-гораздо больше. То есть, если у нас там integer размеряется там миллиардами, ну, не знаю, сколько там, до какого миллиарда, то от минус двух миллиардов до двух миллиардов пусть будет. То есть я точно числа не помню, но ты-то наизусть не знаешь, там число далеко не целое, то есть как бы не круглое, но тем не менее, то вот это у нас там, это уже не такие квадриллионы, да, то есть это просто совершенно колоссальное число. Вот, а так то же самое, это тоже только целые числа. Сюда, например, нельзя записать, там 5,7, да, вы сюда не сможете поставить. Вот, да, то есть сейчас попробуем. Ну, да, Витя даже не разрешает это делать. Но даже если бы разрешил бы, то он бы тут ошибку компилятора бы сделал. То есть была бы тут ошибка. Вот. Кстати, да, говоря, разумеется, разумеется, я вам сообщаю, что здесь также все это можно менять, значение по умолчанию всех переменных. Вот, просто мы сами не будем на этом останавливаться. Для каждого типа, потому что очевидно, что для каждого типа тут есть свое какое-то значение. Это у нас целые все числа, поэтому здесь, собственно, ставится какое-то конкретное число. Так, значит, следующий момент, следующий у нас тип переменной, это у нас с вами получается float. Float тоже мега популярный, даже, ну, во-первых, чаще, чем даже integer используется, ну, пусть, собственно, будет просто называться float. float. Float, вообще говоря, тип с так называемой плавающей запятой, и, по сути, это означает то, что здесь у нас, как мы с вами уже видим, число у нас может быть совершенно любое, в том числе и дробное, то есть он принимает и целые числа, и дробные числа, и отрицательные числа, положительные, то есть какие, вообще говоря, угодствуются, такой самый универсальный тип. Но место оперативной памяти занимает он прилично, при этом диапазон более чем достаток, недостаточный, собственно, его, этот переменный, этот тип очень часто использует. Значит, следующий у нас тип переменной name, это уже относится к строковым переменам, вообще в Unreal такая здесь особенность, в других языках программирования такое особо не встречается, но у него здесь для строковых переменных целых три различных типа. Для чего они это сделали, ну, мне трудно сказать, на самом деле, я понимаю, для чего они это сделали, просто вообще будет сложно объяснить, то есть, например, ну, ладно, дайте лучше дойдем до дела, тогда я вам поясню. Один момент, а пока что я хочу просто создать все эти три типа, потому что, в принципе, еще раз говорю, это все строки, абсолютно все это строки, допустим, хоть квест-инфо, так, дебаг, инфо, квест-инфо. Итак, строковые переменные, давайте мы скомпилируем, собственно, вот мы с вами видим, что мы можем везде какую-то строку напечатать, да, то есть, это все мы можем без проблем делать. Значит, что касается переменной типа name, значит, это строковые переменные, которые служат для того, чтобы в нее прописывались какие-то имена, то есть, допустим, имена частей скелета, там, имена сокетов, видите, как раз я назвал, да, переменную сокет, чтобы охарактеризовать, или что он использует, какие-то такие вот служебные имена. Значит, это вот, это тип стринг, самый такой, наверное, ходовой, вот в принципе, такой же тип, собственно, видите, запрашивает у нас принт стринг, и эти строки, по сути, являются такими служебными вариантами, то есть, если вам name не очень подходит, то есть, если не какое-то там название чего-то там, то тогда используйте стринг, вот именно служебные такие строки. Текст, это именно те строки, которые будут выводиться уже непосредственно игроку, то есть, если вот это игроку выводиться не должно, ну, скажем так, в здравом уме, по крайней мере, а вот это вот уже игроку будет выводиться, то есть, вот это мы только лишь для программирования, да, допустим, какую-то информацию записали, потом как-то ее использовали, там, например, как тут, видите, мы сами записали, врезался в лестницу, да, вот, собственно, мы тут ее вывели в print string, print string напоминает, что работает только при разработке, в реальной игре, то этот print string работать не будет. Остается то, что у вас выводится уже игроку, допустим, какая-нибудь там, вот информация о задании, это вот, это нужно всегда делать в непосредственно в типе текстов, и единственный тип перемен из этих строковых, вот, name string text, единственный текст, который можно локализовать, например, там, на русский язык, на английский, на немецкий, неважно какой, это как раз только лишь этот текст. Вот эти типы локализации не поддают, собственно, это логично, да, то есть, и вот эти вот типы игрок никогда в игре не увидит, то есть, есть строки, которые тут будут указаны, он ни в коем случае видеть не должен. Вот это, это, собственно, все то, что он и будет видеть, да, то есть, допустим, там, какой-нибудь текст на кнопке, там, не знаю, задание, как вот еще что-то, это все то, что видит пользователь. И именно как раз для этого они разделили, что вот это у нас локализация, а это у нас уже не будет локализироваться. А если бы они бы все сделали в стринг, тогда было бы, ну, немножко непонятно, на стоге получилось бы, что нам, как бы, механизм, который в Unreal Engine есть для локализации, он бы сказал бы, давайте нам еще вот это переводить, а зачем это переводить, если это служебная информация, непонятно. Поэтому все, что видит пользователь, тип текст всегда используйте, для каких-то названий, там, сокетов, костей и прочего, вот этот тип, но для всего остального, так это, что касается строковых переменных. Значит, следующий тип у нас тоже там важный, в принципе, все важные, поэтому самих все разбираем, они, не могу сказать, что какой-то из них используется реже, наверное, только вот этот тип используется не очень часто, потому что такие большие числа, они редко нужны, а все остальные используются либо сверхчасто, либо очень часто. Итак, тип вектор. Значит, тип вектор содержит в себе три float значения на самом деле, и, возможно, это не видно, что это flow, значит, на самом-то деле это flow, да, если мы приглядимся, мы здесь увидим запятую. И, кстати говоря, мы можем сделать, например, у location вот так вот, то есть правой кнопкой мыши по location и split struct pin. И вот теперь, видите, он фактически разбил нам один тип вектор, так называемый вектор, на, соответственно, три отдельных float значения. То есть, какой вывод можно сделать? Что тип вектор это три float. Соответственно, чаще всего, ну, не чаще всего, на самом деле, один из примеров, вообще, вариантов использования огромное количество location, но один из примеров, это, собственно, сохранение какого-то местоположения, да, то есть, где-то у нас сходит вектор какой-то точки, и, соответственно, вот эти вот мы все значения можем, например, сохранить в эту переменную location. вот таким вот образом, соответственно. Следующий тип переменной, кстати, да, вот еще такой важный момент, почему еще называется он вектор, то есть, про каких-нибудь математиков это может очень сильно смутить, то есть, вектор, вообще говоря, это всегда две точки, то есть, вектор всегда имеет начало, имеет конец, и имеет направление. Так вот, считайте, что у вот этого вектора начальная точка всегда нулевые координаты, вот тогда вам будет проще понять, то есть, это вот уже конечные, вторые координаты, а начальные координаты всегда идут из нуля. Ну так как это будет вам проще. Понятно, почему называется вообще говоря вектор. Кстати говоря, вообще тут есть скалярное произведение. Это тоже очень полезная функция. Тоже мы сами будем использовать ее обязательно. Скалярное произведение двух векторов. Вот это вектор еще какой-то скалярное произведение. Собственно поэтому название появляется неспроста. Нет балды было названо. Default Validies то же самое. Можно развернуть и задать по отдельности. Как вам угодно. Следующий тип у нас получается с вами должен быть ротатор. Так понимаем. Да, ротатор. Ну давайте допустим rotation. Значит он очень похож на location. Почему? Потому что он также себе содержит три float значения, но используется он для поворотов. Кстати говоря, можно увидеть крен, тангаж и рыскание. То есть то, о чем мы с вами уже когда-то говорили. То есть вот для поворота, пожалуйста, можете его задавать. Те значения, которые вам нужны. Так, следующий у нас тип это transform. Он в принципе последний с примитивных данных. Ну давайте сами так его назовем transform. Значит этот тип данных он содержит в себе сразу три типа. Это два вектора и один rotation. Собственно первое у нас имеет имеется ввиду расположение, поворот и масштаб, scaling. Собственно transform это то же самое, что вот эта вот часть. Вот собственно эта вот вся часть, это и есть transform. То есть отдельно location, отдельно rotation, отдельно scale. И как раз очень часто этот transform используется как раз за то, что просто в одном блоке задать все полезно необходимые значения для какого-то эктора. Допустим мы хотим его разместить в одну определенную точку с правильным поворотом и с правильным scale. Да, собственно эту штуку мы вызываем. То есть вот такие вот примитивные типы данных. Еще раз говорю, что в реальности типов переменных на самом деле может быть очень-очень много. То есть можно например эктора поставить и прочее. Но их мы с вами будем рассматривать уже позднее. А пока что в принципе на этом все. В следующем уроке мы с вами уже займемся непосредственно работой с переменными. Но пока я думаю информации вам будет достаточно. До скорого.